Продолжение следует... 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 и вы помним что acl два правила создания целого дома сначала мы должны его создать acl дальше мы должны его применить вот значит мы идем на этот маршизатор и создаем acl сейчас я сделал крупнее а и надо это побелее сделать сейчас секунду до час 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 а так нажать на ногу соответственно первым делом идем создаем acl как обычно из глобального меню конфигурации создаем extended acl как мы создаем api отец лист нет давайте просто по просто отец лист смотрите по по циферкам но мы помним дальше из прошлого раза что c1 99 это стандартная цельс больше 100 состав 100 состав 100 до 200 это экстренит отец лист давайте создадим отец то смотрим чем мы хотим до любой любой которого не было там мы можем там 150 набрать там и плюс у нас еще есть если у нас не хватит вот этих вот полей до нас еще есть расширенные вот они айпи стандарт access лист extended range 1300 1999 и extended access листы с 2000 по 2699 дополнительно так смотрим чё нам предлагает так как это access лист extended он нам позволяет еще дополнительные всякие штуки перми динай динамик это я рассказал на первой лекции что такое потом почитаешь я уже не помню нам надо динай пишем динай дальше смотрим динай что мы можем ввести айпи протокол нам бы если мы знаем либо мы можем просто протокол tcp но и tcp и udp либо айпи полностью да то есть она нам какая задача стоит полностью заблокировать трафик заносите в другую сеть значит мы убираем айпи пишем сеть просто сейчас я открою какая у нас там сеть 192 168 смотрите у нас структура сначала мы пишем перми динай потом мы пишем сорс типа откуда и куда сорс и destination значит сорс у нас будет 192 168 10 маска слэш 30 это какая у нас маска и причем есть указывается обратная маска да мы помним 0 0 0 так 3 нет 127 маски я тоже просто раз показывал как считать не буду а а а 3 да точно смотрите здесь мы можем ввести нет не можем почему а потому что мы здесь он предлагает ну тоже сетку они или хост определенный адрес мы хотим сетку указан 172 18 что-то у нас 11 128 да вот эту вот эту сеть а вот смотрите у нас так как у нас очень длинная строка он здесь нам немножко сократил есть символ доллара видно он не отрезал он просто ну как-то покороче сделал строку вот так если мы сейчас сюда пролистаем обратно он нам вернется ну знак доллара показывает что у нас строка сохранена но смысле сокращена и что там слева еще чуть есть принципе все да мы можем нажать центр и все нам больше ничего там не логировать не надо ничего больше делать не надо все создали наши и ну наш аксесс-лист можем посмотреть душу как обычно да ну что вы аксесс-лист полностью не писать когда мы пишем просто видишь ду и он не дополняет потом а так он понимает душу аксесс-элла это значит вот у нас наш этот эксцент аксесс-лист вот он понял что это экстендент потому что 100 100 это номер аксесс-листа его имя дальше но мы помним десятка это потому что первое правило стандартно динай айпи тра тата но мы сейчас не можем его применять если мы можем применить на нас весь интернет отвалится да потому что мы заметили запретили просто доступ вот этот вот нам же надо разрешить значит доступ во все остальные сети соответственно да и и все все остальные сети надо разрешить значит а а хороший вопрос да что он да нет 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 в аксесс-листах по умолчанию последнее правило которое нам никогда не показывается динай ол да да то есть наоборот нам надо мы сначала пишем наши правила наши правила потом мы должны разрешить все а в конце не явная динай ол да да она по умолчанию уговаривает не не обговаривается да но мы должны всегда помнить что во всех аксесс-листах в конце стоит не явная динай ол соответственно если мы его применим можно на самом деле попробовать да если у нас трафик не подпадать ну не то что приоритетная но в аксесс-листах получается как у нас правило обрабатываются сверху вниз если у нас сверху какой-то пермит стоит на какой-то аппич не значит он пройдет если этот пермида у нас нету соответственно он заблочится этим явно где-то пермит не указали смотри сейчас побольше сделаем пинг то это спи си один который справа смотрим и аксесс-лист еще не применили мы должны куда угодно ходить я хочу попинговать сейчас вот эту вот сеть нижнюю 7218 1.50 не ходит а я вроде вчера настраивал не не я еще не применял ничего а ну долг мы же смотрели так успев скорее всего опять чем-нибудь не спив а так здесь нет все один нет успеха на r5 шоу и пи роут успев вот такая олег такая команда шоу и пироут успев посмотреть маршруты полученные только по протоколу успеха да а что анонсируем просто успев шоу и пилоспев вот видишь об адапте правильно где-то было нету смотри-ка значит начнем здесь я тебя обманул да так 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 дожди подожди я хотел что посмотреть так маршруты 172 18 1 0 а имеем маршрут 1 0 мы имеем маршрут сейчас посмотрим в чем будет мы хотел показать живой пи интерфейс за бриф 17 1 1 должен пинговаться 45 44 где тут фигня сейчас так нету там этих то аксесс листов мы же смотрели на r5 аксесс листов вообще не было вот мы вот на этом смотрели когда на нем настраивали так шоу айпи интерфейс бриф 12 сейчас дефолт гейтвей по пингу 192 168 . 11 11 а 11 можем а смотри да мы с r2 с этого писи мы не можем никуда ходить то есть этот мульт пингуем а дальше никуда не можем давать мы не можем пинговать просто потому что у нас не анонсируется вот я на r5 смотрю маршрута 3 да вот который его дефолт гейтвей у нас нету сетки 192 168 я видимо ее вчера прописал но не сохранил соответственно надо сделать чтобы успев ее анонсировал найдем конф т роутер успf 1 1 это успf процесс добавить сеть чтобы ее анонсировать это команда network 192 168 . к этому нас 1 0 0 0 0 3 арея смотрите вот я с этим вчера что-то забыл промучился у нас есть же зоны в spf до r5 принадлежит зоне 10 соответственно по идее картиночка должна выглядеть так что зоны у нас только между маршрутизаторами то есть если маршрутизатор или принадлежит к зоне соответственно я хочу растянуть немножко вот так должно быть по идее этот компьютер должен тоже принадлежать к зоне 0 зоне 10 вот так потому что это же не отдельная зона где мы были то на r5 на r5 пишем зона 10 все команда network как вы помните да там она делает нас две штуки она во первых анонсирует сеть которую мы хотим ну вот которым мы сейчас прописали и она в эту же сеть тоже начинает анонсировать нас на самом деле сейчас нам на это пофигу нам просто бы работала сейчас тоже не видим а какой мэрии а все правильно мы прописали так 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 сейчас разберемся да вот я хочу на соседнем да вот на этом чем увидим шоу айпи а ну вот мы увидим да можно попробовать делать беседим о смотрите-ка значит в этом дело было и да все заходили пакетики вот и что я хотел показать то да что у нас сейчас пакеты с pc 1 отходят например вот в эту сеть нижнюю да давайте применим на r5 наш аксесс лист то что мы сделали шоу и аксесс лист вот одно правило пока данной чтобы его применить мы идем на интерфейс интерфейс какой у нас интерфейс fast 01 потому что мы его применяем смотрите на вот этот интерфейс ближайший к сети которую мы блокируем и на вход ну как бы потому что пакеты понятно они идут отсюда сюда получается в маршрутизатор это на вход оба относительно маршрутизатора интерфейс fast ethernet 01 я сказал да да 01 команда здесь чуть-чуть другая айпи процесс граук называется вот и он хочет либо имя либо нашего номера аксесс листа номеру на 100 да и говорит куда на ин или на аут нам 1 на им повесили да это смотрится относительно маршрутизатора смотрите все недоступен анричи был он да мы все заблочили чтобы такого не было нам надо отсюда нам надо добавить правило в конце что алло угол чё ну аксесс листа как он там а пермит пермит они они термит айпи да протокол там и все протоколы должны они они все остальные вот сейчас он так выглядит второе правило сперми таки они они значит у нас на и си один пинге сейчас должны ходить до пинге пошли на один пятьдесят но при этом на то что мы блокируем это сейчас мы проверим что у нас там заблокировалась пинка сто семьдесят два восемнадцать один сто пятьдесят да видите анричи был недоступно соответственно мы сейчас можем посмотреть что в айпи аксесс лист давай на на r5 смотрите мы видим количество совпадений вот он пинговали вот тот который хост в той сети вот они пять совпадений а сейчас мы попинговали сеть с 1128 30 совпадений начну заблокировал получается в принципе все мы что хотели мы это выполнить поставленную перед нами задачу дальше задача номер два заблокировать доступ с хоста 192 601 2 это вот отсюда с этого хоста заблокировать доступ на 1 150 это вот сюда именно на один хост тогда мы на всю сеть блокировали да сейчас мы хотим заблокировать на хост кроме протоколов что тп что тпс ну то есть представим что один 150 это как веб-сервер да вот и мы хотим к нему обращаться только по этим протоколом соответственно этот аксесс лист мы сейчас снимем удаляется очень очень просто но аксесс лист да ведь нет весь аксесс листом сотрет стольник который видите нет его а ну да пока все да но мы удалили не знаю кстати комплит команд он до предлагает только какой-то определенный да соответственно что мы должны мы тоже самое на этом маршрутизаторе потому что пакеты идут также с этой сети в эту сеть на интерфейс на тот же самый интерфейс да потому что ну все то же самое у нас получается крупнее сделать вот соответственно на этот же интерфейс ну но интерфейс который ближайший к этому потому что мы блокируем вешаем правила которые нам разрешают только два порта все остальное запрещают да но парт и мы помним я наверно не буду писать до что но основные порты а что тп это 80 что тпс это да да 443 ну и там еще целая куча остановить портов я не буду расписывать я я забыл с собой сегодня эту ручку которая рисует поэтому я вам показываю так вот так бы я нарисовал конечно так режиме гробальной конфигурации создаем новый аксесс лист примеру любой вообще да там 120 что мы хотим мы сначала разрешаем permit что что тп что тпс это у нас tcp а не наоборот мы хотели запретить все кроме этих портов ну типа у нас веб-сервер нам вообще на него нельзя ходить кроме как по этим портам ну просто к примеру да значит мы запрещаем запрещаем откуда от 192 168 как там 112 потому что это хост потому что у нас именно с определенного хоста вот этого хоста на именно на один хост у нас не сеть а а да это сорс соответственно у хоста маска будет 40 и куда это 172 181 какой там 150 и маска то же самое 40 дальше смотрите он говорит мы сказали что куда указываем какой порт given порт намбер и ки и порт ну а что тп это 80 порт стандартно все дальше указываем 443 порт ну тоже самое так другой порта теперь что мы два порта разрешили запрещаем все остальное правильно только по двум портам можно на тот хост ходить на все остальное то нам можно ходить задача сказано только на тот порт на тот хост запретить соответственно мы про другие хосты ничего не сказано тебе сказано что запрещение полное на все хосты остальные а нам надо запретить разрешить на этот на тот хост только по двум портам а другие хост другие хосты конечно должны быть доступны значит мы на тот хост должны все остальное должны запретить динай татас на все остальное это весе айпи и то же самое 192 168 1 2 4 0 172 18 а смотрите мы можем вот source адрес если здесь жмякнем подождите смотри я хотел показать вот так если цепи напишем вот видите если мы когда пишем на пример тси пи и мы пишем source а мы можем сюда вписать написать и кью и порты но это будет порты отправителя не этот аппарат порт отправителя соответственно не путайтесь если мы когда мы обращаемся к веб-серверу по 80 порту 80 порт на сервере будет который порт на у нас который порт мы не знаем но они выбираются в произвольном порядке который больше там типа 1024 но у нас может быть задача допустим заблокировать с нашего с нашей сети да с наших хостов какие-то там определенные ну по определенным протоколом соответственно мы можем сюда дописать вот так вот и кью которая будет относиться именно к source к отправителю такая возможность тоже есть а в принципе вполне логично чуть-чуть сейчас практику кстати у нас сейчас будет лекция вот я быстренько несколько примеров покажу а потом у нас практика я подготовил лапу но ноутбуки никто не взяли олег ради зал ну ладно так 172 но я домой вам выдам домашнее задание куда мы там блокируем то 18 1 150 и то же самое маска 400 и мы блокируем ну да одна я пьяни все принципе нам ничего больше не надо делать но все остальное мы должны разрешить соответственно не забыть потому что в конце у нас тоже динай стоит access list 120 чё там permit any any permit а permit IP any any все посмотрим show IP так UDP у нас же он уровнем выше чем IP лежит он же по IP значит все значит нет нет подожди мы выше IP соответственно если мы указываем IP и его разрешаем то что все выше мы тоже разрешаем или да если мы IP запрещаем значит мы запрещаем и UDP TCP соответственно вот у нас наш access list правила нумеруются ну 10 20 30 40 помним разрешили по TCP ходить на вот смотрите он причем пишет нам во первых он знает что 80 порт это ВВВ циска знает нам подставляет по идее мы могли бы там если мы не помним порты наши да мы могли бы написать ВВВ просто да или там смтп он тоже понимает это да порты 443 видимо не понимает дальше он нам исправил мы писали там 400 маску он циска поняла что это маска 400 это значит один хост мы можем написать перми TCP хост и его айпишник и также здесь хост и айпишник и здесь то же самое исправил нам хост ну потому что просто более более прилично выглядит да более читаем и более понятный и меньше писанин и так создали access list должны его применить соответственно смотрите давайте перед применением также проверим как проверить вопрос у нас доступ на 80 порт или на 443 у меня PC вот эти которые они на самом деле не PC а просто маршрутизатор который картиночку я поменял соответственно самый простой способ ну и как бы веб сервера там нету можно телнетом туда сходить когда мы делаем телнет он же нам разрешает мы можем вот так вот ходить ну вот видите он зашел паспорт ну паспорт запросил значит он достучался на него либо мы можем указать порт по какому ходить мы можем написать порт 80 соответственно это значит концепция на рефьюз это значит он до него дошел до 150 да да один 150 да ну просто ход сбросил соответственно соответственно ну и 443 так же будет у нас да и все бои хост смотрите теперь мы применим наш аксесс лист то же самое интерфейс то интерфейс фаз интернет 0.1 айпи аксесс граук 120 и куда на им как в прошлый раз все применили ну тут дуплекс ругается мне лень их настраивать честно значит что можно попинговать пинг 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 недоступен потому что все остальное мы закрыли да он должен быть доступен только у нас по телнету вот то же самое connection refused by remote host это значит что мы а видишь да кстати да хорошие то есть на ну и пинги тоже не ходят видишь он говорит ни хрена они на ничьи или я не помню как этот юн правильно расшифровывать там еще какое-то другое слово ну вот это вот ю она расшифровывается как анричи было и как он он что-то там недоступно в общем еще как то там это типа ю ананда что-то там вот ну вот сразу принципе видно да что по восьмидесятому порту ходит по 81 уже все ну и как по другим хостом ничего не ходит ну и можно попинговать а один пятьдесят который внизу вот этот вот чтобы увидеть что у нас все остальные не заблокированы видите success то есть но мы сделали все правильно получается а можно да в прошлый раз статья на лекции не разобрался этот как редактировать да если мы сделаем сейчас ду шоу и да а только не здесь смотрите у нас же не просто так вот здесь вот стоит так еще шоу вот эти вот циферки это номера правил наших они обычно устанавливаются по умолчанию через ну через десять да по идее это для чего сделано для того что мы можем место между десятью и двадцатью еще поставить сколько-то правил чтобы это сделать мы идем ну как обычно в режим глобальной конфигурации а и использовать команду чуть-чуть другую там мы создавали аксесс-лист просто аксесс-лист да и номер а здесь мы используем команду айпи аксесс-лист обычно она используется для именованных аксесс-листов ну для создания именованных мы же можем аксесс-листы создавать по циферкам по именам я на прошлых на прошлых лекциях рассказывал типа по циферкам ну в смысле имена можем давать прям буквенные там прописывать осмысленные чтобы было понятно там не просто 100 а типа там блок там тот компьютер типа того айпи аксесс-лист extended и номер нашего листа 120 по-моему нет какой у нас был ты помните 120 да и здесь смотрите мы можем секвенс номер вот это вот указывать вручную то есть мы можем указать например 15 что там динай айпи они они делать выход и вот видите он у нас строился получается сюда вот а я думаю что надо сделать просто ноу нет ноу 15 получилось ну он по крайней мере не ругнулся да да но 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 это стандартная команда которая что-то удаляет нам да но аксесс-лист удаляем аксесс-лист ноу но 15 на что мы удалили 15 правило вот она еще да получается так потому что да получается так потому что с таким же секвенс номер он не даст на сначала он ну вот что-нибудь просто на и пьянение дубликает секвенс номер он говорит ни хрена типа нельзя по идее может быть его как-то можно заставить я не знаю но даем все не даст так удалим наш аксесс-лист дальше у меня еще один примерчик а еще интересно когда мы создаем ip аксесс-лист смотрите мы можем же у нас может стоять задача заблокировать сразу много портов чтобы нам каждый раз этот не перебирать а диапазон диапазон да ip tcp блин мне так лень набирать заново сейчас вот ты даже успел на лекцию молодец так tcp permit смотрите есть такое слово range вот соответственно мы можем указать range и перечислять количество либо просто написать ему 80 44 43 да либо через 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 да нет через терял не хочет нет он заблокирует 80 и 80 83 да видите он этот и этот диапазон да там наверно другое слово сейчас посмотрим нет 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 на ренч а порт на андер он хочет порт номер это протоколы там какая-то честно я не помню но стопудового должна быть до да 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 как я мог до забыть ну вот это вот эту их наверно как-нибудь надо просто указывать мы честно не знаю но стопудово да но это было бы да но акцесс лист какой у нас там акцесс лист есть шоу и да нет акцесс листов так дальше 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 последнюю задачку мне на сегодня для меня для вас разрешить доступ из сети это час секунду секунду нет дополнительно тебе будет как-то не знаю не разбирался но с помощью цели да и он там чего-нибудь это стопудово с помощью стопудового целя смотри не только не только вам домашка да и мне тоже окей со 72 30 так откуда подожди разрешить доступ из сети 30 20 вот из этой вот сети разрешить доступ к хосту 10 5 это вот это вот 10 5 вот то есть вот на этой пишник только по протоколам с саши талнет то есть вот сюда мы должны только по саши талнет уходить на этот маршратор ответственно так у меня чуть неправильно написано разрешить доступ из с этого вот хоста с этого хоста вот на этот вот и пишет 10.5 значит мы должны ну стандартно да там как можно ближе касту значит мы идем вот на этот маршратор и выше на этот интерфейс на и на вход так идем на r4 это р4 маршратор так все остальное запретить только разрешить с этого хоста только если саши талнет вот на этот вот на маршратор на р4 маршратор идем на р4 кон в т кон давайте создадим именованный пи аксесс лист extended и вот он хочет имя блок какой у нас на р5 блокируем соответственно здесь мы пишем что правило наше сначала как обычно идем разрешить permit саша талнет это что у нас этот сипи тсипи откуда мы уже знаем с хоста да что мы можем написать просто хост сто семьдесят два восемнадцать один какой там вот это вот 150 куда тоже на хост то сто семьдесят два тридцать десять десять точка пять вот на этот айпишник сто семьдесят два тридцать десять 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 точка пять permit чем там разрешаем и q23 23 это талнет разрешили можно было да ну я так написал по идее да значит все остальное мы должны что сделать запретить динай айпи хост сто семьдесят два семнадцать один пятьдесят откуда куда тоже на хост сто семьдесят два тридцать десять пять что все вообще все назад но у нас задача такая разрешить только мы разрешили алоу я запретил весь айпи с этого хоста на этот хост так правильно так у нас он идет по по правилам сверху вниз если у нас тсипи 23 пор совпадает с этого на этот то он тебя пропустит а он не то что откроется смотри мы идем по правилам сверху вниз с первого правила до нижних если у нас первое правило попадает он дальше не смотрит вообще если у тебя вот этот вот тсипи 23 пор совпадает значит он тебя пропускается да он дальше не просматривает вообще да да не нужно это стандартный динай айпи хост хост все мы полностью айпи запретили с этого хоста на это соответственно да все остальное то можно мы должны ну вообще оставим в остальные то сети должны ему разрешить тоже с этого пишет до permit чё айпи ныне все остальное разрешили посмотрим что у нас там создавались вот этот лист стоит а по старому до обозначению сетом аксесс лист блок r5 вот у нас это вот ну как более как то новый считается да более удобно его редактировать вот у нас несколько правил давайте который 100 удалим а тот повесим тогда на интерфейс но аксесс 100 интерфейс спас эзернет а какой мы мы договорились вот на этот вот а этот какой непонятно ду шоу айпи интерфейс бриф 01 значит идем на интерфейс спас эзернет 01 и айпи аксесс граук мы уже помним команду айпи аксесс граук где она блок r5 на самом деле давайте подождите давайте сначала не по не применим не при не применим его проверим да что вообще он ходит свои пишники то ходит что пакетики то бегают так с pc3 мы должны что мы должны попинговать мы его должны пинги должны ходить 172 30 до 10 5 пинги ходят чё там телнет на 72 30 10 5 да на 22 на 23 все да теперь применим с гров куда конечно на инбаум входящий интерфейс соответственно так пинги пинги уже не ходят талант ходит все нормально мы же их разрешали в принципе все и еще мы должны давайте по пингуем пинг так 192 168 1 какой там какой там 2 по 2 пинги ходят почему пинги ходят пинги же мы же пингуем через этот маршизатор получается да пинги ходят потому что мы проверяем просто source только source и только destination у нас совпадает но destination у нас не совпадает соответственно мы да 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 мы запрещали хост и мы запрещали у нас должно правило полностью совпать совпасть да и source destination чтобы она заблокировалась соответственно во все остальные места мы ходим спокойно без всяких блокировок но смотрите парочка дебагов мы можем включить так а мы можем здесь включить но смотри правильно мы можем повесить на исходящем вот на этом интерфейсе на входящем на этом но смотри почему плохо на выходящем на этом интерфейсе потому что пакеты дадут до маршизатора и он их будет обрабатывать внутри ну типа мы попадаем во внутрь например нагрузка лишняя почему плохо на этом на входящем потому что пакет пройдет вот так вот так вот так да через всю сеть пробежит сюда придет здесь только увидишь что его бросили ну то что что он заблокирован дропнется и все соответственно но это это лишняя нагрузка на сеть а что и в облаке ну мы и сейчас и так получаем да 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 еще и в обратно правильно ну то есть лишняя нагрузка то есть если бы мы куда-нибудь там ехали 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 всю дорогу приезжаем тут закрыто на хрена ездили да так что я хотел показать хотел показать дебаг у нас есть такая командочка дебаг ip package мы можем посмотреть что у нас вообще происходит когда мы пингуем вот она полностью показывает мы пинганули сейчас где мы пинганули и она нам полностью расписывает source 1.50 destination routed и полностью как как все эти наши пакеты ходят это это может быть полезно при ну как раз при дебаге но фишка в чем фишка в том то что не нам не рекомендуется использовать такой режим работы да потому что это ладно у нас сейчас лаби мы включили дебаг там да один раз пинганули и то у нас вот там что-то полезло еще а ну это то что мы дальше пошли пинговать еще вот если у нас это включать на боевом маршрутизаторе то пипец мы можем просто его положить да у него не хватит мощности столько пакетов проходит соответственно мы а мы включили ему дебаг еще и вывод на консоль мы можем по идее сохранить файл а потом почитать оттуда да но у нас есть еще один выход я еще одно применение цело мы же обычно хотим подебажить что мы ну не все хотим прям смотреть да мы хотим выборку какую-то сделать соответственно выборку трафиков делается с помощью чего мы помним с помощью acl соответственно да мы создаем acl и применяем acl к этому дебагу то есть мы дебажим только тот трафик который мы выбрали с помощью acl давайте попробуем айпи для коз чтобы настраивать да ну креолики в сервере чтобы настраивать да там чтобы мы хотим с помощью его целом мы просто выбираем более ну какой то кусок трафика и уже дальше с ним что то делаем также здесь мы сейчас с помощью целост выберем например трафик на не знаю на пор 25 просто любой сейчас создадим access лист да смотри сейчас permit tcp any any пор 25 нет eq еще надо 25 смотри создали access лист выходим смотрим show ip access лист так теперь смотрим дебаг дебаг ip пакет он нам говорит access листы мы можем указывать мы говорим 170 все теперь если мы а мы его применили к дебагу да что мы хотим например по дебажи только вот те порты смотри если мы пингуем нам ничего не выводится но при этом если мы сходим талл а один два напор 25 вот вот наш дебаг вылезло а мы можем еще дебаг он говорит еще более детальный что то что то что то нам показывает в общем ну понятно да что access листы мы используем вообще для для всего вообще в циске они везде используются access листы чтобы полностью выключить дебаг мы пишем а а а а а а дальше я включил смотри дальше я а сделал дебаг айпи айпи пакеты вот и смотри он говорит дебаг айпи пекет и говорит может выбрать какой-нибудь этот access лист да я просто вот это вот access лист который я создал да я ему говорю да да я вам скажу что в прошлый раз мы делали просто дебаг айпи пекет то есть все подряд вообще без ограничений а сейчас access лист все да чтобы все дебаги отключил мы делаем юал ну анди баг наверно да ну ю юал командачка готов посему девагинс дебагс черный топ